Итак, ребята, наконец-то я раскрою секрет первого шага. Наконец-то я прагматично расскажу, с чего начинать, какой первый шаг. Потому что это просто самый мистический вопрос. И действительно много вариантов, с чего начинать в этом предпринимательском пути. Но я предлагаю по своему опыту начать и отплыть первое касание мяча в футболе. Сделать с того, что вы придумаете название и логотип для своей компании. Почему это первый хороший шаг? Потому что это достаточно просто, а первый шаг должен быть простым. Если вы не можете эту задачу решить, может быть и не стоит отплывать. Во-вторых, это действительно, в принципе, это как название ребенка. Как родители во время, еще до родов думают, как же назовут ребенка. В принципе, предприниматель еще во время идеи уже думает, как может называться. И я вот в своей истории точно вижу, что те люди, которые придумывали название, сделали логотип, сделали упаковку. Они имеют более четкое видение будущего и они действительно начинают делать. Я очень часто вижу нереализованные стратегии до придумывания, очень редко вижу, очень редко после. Поэтому очень простой шаг и ответ, с чего начинать. Начни с того, что ты придумаешь название для своего бизнеса. Сейчас расскажу из своего опыта, какие уроки я вынес из практики. Многим названием. Я очень много названий придумывал и в коммерческой деятельности, и в некоммерческой деятельности. И в принципе, есть и смешные истории. Есть, конечно же, ограничения. В принципе, конечно, название не определяет успех или неуспех. Можно с ужасным названием сделать успешную компанию. Можно с суперназванием сделать, вот как у нас был, например, Локата. С хорошим названием сделать неуспешную историю. Это не предопределяет. Это все-таки важно, потому что многие говорят, без разницы, как назвать, хоть как назови, хоть какую-нибудь, любую какую-то придумать дикую ягоду, редкие кусты, соедини их, и все, это будет нормально, если у тебя хорош. Я с этим не согласен, потому что ты не знаешь, насколько мог бы быть бизнес с хорошим названием, потому что это трение, это барьер. Может быть, это создает очень оригинальное название, но тем не менее, я знаю одно. Все опытные предприниматели, все предприниматели, кто до этого уже делал бизнес, когда создают новый бизнес, уделяют этому вопросу достаточно много внимания. Они достаточно долго думают, потому что первый бизнес, я, например, свой первый бизнес назвал Pro Fitness Shop DE с дефисами. Это было ужасное название, и потом я его перенавал в фирматек, но это первый, я просто назвал, я не знал, что это важно, но потом, чем больше я получаю опыта, чем больше внимания я обращаю название, потому что так же, как и для ребенка важно имя, так же, как и бизнес название. Поэтому, вот, например, несколько примеров, начинается с идеи, вот конкретно в случае tiama.ru, в России было отсутствие сайта знакомств для серьезных знакомств, потому что когда я приехал, был mamba.ru для таких быстрых знакомств, для разного рода знакомств, были сайты, но не было сайтов для людей, которые говорят, ну, как предприниматели, которые решили свой бизнес создать, для людей, которые хотели брак создать, которые хотели уже серьезные отношения, и были, в принципе, в мире много примеров таких компаний. Самая большая была и Harmony, и в России, вот, мы решили делать сайт серьезных знакомств, и не знали, как его назвать. Вот, была ниша огромная, это был, ну, достаточно успешный бизнес и в Германии, и во Франции, и Дарлинг был в Германии, Матч был во Франции, в Америке и Harmony, в России не было. Вот такие три названия существовали в мире. Из-за этого, в принципе, что делать? Начинается все с брейнсторминга, соответственно, это поиск идей для названия, потом делается исследование, есть ли такое название, не все идеи, которые приходят, потом проверяются. Домены, конечно, сейчас ни один бизнес не может существовать без домена, проверяется Роспатент, другие патенты, и потом фидбэк потенциальных цельвой аудитории, как они воспринимают это, потом начинается, как бы, уже создание логотипа. Но, вот, для брейнсторминга, что можно использовать для брейнсторминга, как мы это обычно делали? Соответственно, как не с пустого места же придумывать название, да? Соответственно, первое, что мы всегда делали, это, в принципе, описывали миссию компании, да? Соответственно, если ты делаешь серьезный сайт для серьезных знакомств, твоя миссия, чтобы люди находили любовь, чтобы создавали успешные браки, чтобы мир становился лучше за счет того, что люди создают успешные партнерства, это мы делали через психологические, там, анкеты, совместимости, очень много науки туда вошло, да? Соответственно, мы начинали от миссии, потом, что будет компания делать, кто целевая аудитория, что конкретно, какие будут инструменты, вот все-все эти вещи прописываются, потому что это может быть основа для названий, да? Это очень важно. Потом было решение до брейнсторминга, хотим ли мы техничное название. Есть такая базовая развилка, которую сразу нужно решить. Соответственно, есть техничные названия, как, например, в России есть компания «Кинопоиск». «Кинопоиск» – это техничное название, либо ты создаешь бренд, некое эмоциональное, нетехничное название, вот как мы выбрали конкретно tiama.ru, это нетехничное, это не описывает там «купи дом» или что-то такое, да? Соответственно, в принципе, мне сейчас больше нравится нетехничное название, хотя в интернете, если у тебя хорошее, потому что очень редко уже бывают доступно почти все нормальные слова и сочетания, они часто заняты. Поэтому, в принципе, начинаешь с того, что брейнсторминг, что будет компания делать, создаешь какое-то облако слов вокруг этого, да, вот, соответственно, для нас это была любовь, партнерство, отношения. Вот в Америке и «Harmony» – гармония, во Франции «Match», «Match» – это совместимость, да? В Германии и «Darling» – «Partnership», «Partнерство», и «Darling» – это такой тоже как бы любовник, да, что ли, да? Соответственно, это вот все такие слова пишем и, конечно, ну и начали писать просто, создаешь список потенциальных названий. И потом можно сделать некую такую таблицу с какие-то критерии, которые для тебя важны, например, смысл, несет ли это название смысл в твоей компании, что очень важно, написание легко, как легко будет пользоваться этим, потому что иногда звучит хорошо, а писать очень сложно, да, например, как слово, например, «знание», да, как писать «знание», «знание» английскими буквами, визуально, как это смотрится, будет это как логотип, и оригинальность вообще, ну, всего этого, насколько это потенциально. Очень важно, например, сейчас я добавил бы долгосрочность, долгосрочность, потому что надо думать очень долгосрочно, люди называют компанию вначале какой-нибудь там, ну, например, географически ограничивают, если компания начинается, например, в Волгограде, они могут придумать крутое название, типа «Волгобрак», «Волгобрак», да, но потом это очень сильно ограничивающий фактор, очень низкая оценка долгосрочности, например, да. Конкретно в случае Тиаму, например, да, вот брейнстормили, брейнстормили очень сложно было, потому что в сфере знакомств все было занято просто, самое сложное, найти просто домен свободный. Поэтому мы начали, мы придумали такую идею подумать про иностранные языки, написали «Срово любовь» на всех языках, «Либо» по-немецки, там, «Аморы», там, не знаю, все эти, да, и Тиаму, Тиаму в конечном итоге, это от слова «Я тебя люблю», Тиаму, «Я тебя люблю», и как-то это возникло, вот это из иностранного языка, но мы подумали, хорошо, там были и другие, потом, несет ли это смысл, да, там, может быть, 80-10 для человека как-то не… Кстати, очень часто, когда с другого языка приносишь, все равно смысл доносится, потому что как-то интуитивно языки между собой связаны, и если в одно, например, «Либо», да, это точно несет смысл любви, даже если это не медленно, «Хас», да, это «Хас», это точно не любовь, да, соответственно, все равно перенос есть, поэтому написание только пять букв, очень хорошо, короткое название, визуально смотрелось красиво, было, не было, мы потом сделали исследование, не было никакого бизнеса с названием Тиаму.ру, были свободные домены, проверили патент и выбрали вот это название, да, это очень хороший пример, в принципе, очень похоже было «Сапато», когда мы думали про обувь, интернет-магазин обуви, брейнсторминг был огромный, думали про «Элбанди», передачи, кто продавал обувь, какие есть образцы, кто это, какие женщины, как они испытывают вообще процесс, как они выходят, с какими эмоциями, когда купили обувь, вот все это, и придумывали кучу-кучу слов, но в конечном итоге применили ту же стратегию, «Сапато» это обувь по-испански, ну и звучало это «Сапато», при этом мы знали, что в Германии самый успешный проект был «Золандо», и в принципе вот само звучание «Сапато», «Золандо», «Запос» в Америке было очень похоже, и в принципе название было очень хорошее, да, и так вот мы точно дошли. Раньше я всегда искал бесплатно, никогда не покупал, сразу же с первого дня, с первой же акции у нас был очень высокий чек, и искать, и находить в своем окружении, просто нажимать и видеть все предложения всех магазинов вокруг тебя, очень быстро, у нас было 6 часов придумать название, и 6 часов мы накидали огромное количество названий. Какие ошибки стоит избегать? Например, считаю, что когда создал «КупиВип» очень быстро, там брейнсторминг проходил по-другому, была компания «БайВип», я просто плохо еще знал российский рынок, русский язык, из-за этого я просто перевел «КупиВип», был еще «Бренд-клуб», второе, очень долго спорили между «Бренд-клуб» и «КупиВип», в конечном итоге выбрали «КупиВип», в принципе там, тогда еще было очень много свободных доменов, и ну как бы было не идеально, но идея была такая, название не так важно, поехали и как бы все построили. Но очень быстро мы увидели, в случае «КупиВип», сразу же с первого дня, с первой же акции у нас был очень высокий чек. Если средний чек в России был в районе 50 евро на заказ, у нас с первого дня шли заказы 150 евро и выше. И в принципе у нас сразу само слово VIP, оно нас очень сильно сдвинуло в то, что мы продавали лакшери бренды и дорогие бренды со скидкой, и так это и осталось, соответственно, стратегия компании. Ну это так называемые ограничивающие бренды, да, это очень четко нужно избегать, потому что история компании очень длинная, и любое слово, которое может нести ограничения, вот в Тиаму нет никакого ограничения, делай все, что хочешь. В Кинопоисе, например, есть ограничения, они, например, никогда не смогут заниматься, там, наверное, хотя, может, и смогут, там, поиском песен, петь, там, да, вот, все четко понятно, это делает компания успешно, но это является ограничением. Но есть компании, которые делают очень грубые ошибки в названии, прям грубые, да, потому что сразу очень нишевая целевая аудитория или очень нишевая география, очень нишевая деятельность и так далее. Вот, кстати, пример, что хорошее название не всегда великий крах, я, правда, продал свою долю по очень высокой оценке, но компания ФАП панкротилась, я был акционер, название ФАП, это просто феноменальное название, ФАП.com, очень короткий домен, в принципе, очень эмоциональный, fabulous, фабрика, там было очень много заложено смысла с точки зрения фабрики, продавали впрямую и так далее, но компания не оказалась успешной. Также у нас, например, очень долго мы придумывали Хеверест, Хеверест был спортивный бренд, и в брейнсторминге думали про спорт, про товары, которые будем продавать, и, в принципе, самая высокая точка мира – это Эверест, и это такая, ну, эталон спортивного достижения для нас показался, и вот, и мы сочетали Эверест и слова Хеверест, да, соответственно, отдохни, Хеверест, такое сочетание, что два смысла заложено в одно слово, мы считали, что это прикольно, но компания не смогла реализовать свою миссию. В случае Локата тоже, Локата была компания, которая брала каталожные все флайеры, все листовки оффлайн-ретейлеров, дигитализировала их и создавала онлайн-каталоги, можно было и искать, и находить в своем окружении, просто нажимать и видеть все предложения всех магазинов вокруг тебя, если тебе нужен был магазин, ну, как бы, каталоги онлайн, каталоги, при этом Локата, как локация, локация, локировать, находить, и каталог, все в одном, при этом это и смысл доносится, и очень оригинально, да, соответственно, в принципе, было очень крутое название, но у нас был партнер немецкой компании, когда в России был принят закон определенный, который привел к тому, что немецкая компания, несмотря на все, захотела выйти из российского рынка и просто закрыла, у нас был партнерство 50 на 50, и наш немецкий партнер просто очень резко, и мы не смогли спасти, хотя компания хорошо работала, название было хорошее, но конец был плохой, по другой причине, это, кстати, непредвиденность предпринимательства никогда не может, есть примеры, как Технониколь, который становится мировыми компаниями с очень непонятным названием, хотя у Игоря есть много историй романтических, почему именно Технониколь, но на самом деле, в принципе, и сложно написать, и сложно запомнить, ну, надо, по сути, никакого смысла в Николе нет, не надо слишком усложнять, потому что действительно это не определяющий фактор, но это некий важный фактор, потому что есть действительно, вот мы, например, один раз сделали ошибку, очень быстро назвали компанию, когда мы решили строить аукцион поддержанных машин в России, мы просто назвали его sellanycar.ru, продай любую машину.ru, и это было, если взять просто смысл, на английском языке да, на русском нет, продай любую машину, написание очень сложно, как писать sellany через и, через y, как это вообще, да, плюс у нас было еще русское название, да, там sell, и так до сих пор, кстати, называется юрлицо, any car, о-о-о, sellanycar, да, и это было просто хреновое, ну, действительно название, потому что, в принципе, это название, которое ничего тебе не дает ни визуально, ни оригинально, технично, не может стать брендом. Еще потом мы не проверили трейдмарк, и нам не проверили, не сделали международный search по трейдмаркам и получили иск от другой компании, очень маленькой, на самом деле, мы не знали про это, которая заставила нас переименовать компанию, и мы тогда сидели и сделали уже такой, все основатели собрались, и мы там очень быстро, у нас было 6 часов придумать название, и 6 часов мы накидали огромное количество названий, и в самом конце просто вылетела car price, потому что, что делает компания, ее миссия, да, машина, и car price, оно тоже английское, но оно как-то звучит, и price уже известное слово, и, в принципе, car, и звучание, ну, и теперь car price есть то, что есть, да, самая крупная компания по поддержанным машинам в России. Тоже очень хорошее название, shopping life. Кстати, по car price, это тоже очень хороший пример, что очень важно команду вместе с командой, если уже есть команда, если есть несколько основателей, либо есть уже даже первые сотрудники, или планируемые сотрудники, есть уже какие-то переговоры с кем-то, я очень люблю вовлекать всю команду, хотя здесь многие предприниматели спорят, говорят, это усложняет процесс, но я считаю, из своего опыта просто вижу из раза в раз, насколько склеивается команда с компанией, когда они придумали название, либо когда название уже есть, и ты приходишь в готовую историю. Чем больше людей участвовали в создании названий компании, чем больше энергии у тебя в компании с точки зрения неготовности сдаваться, ты сам назвал корабль, сам будешь плыть, будешь бороться до конца. Очень важно. В случае shopping live, мы хотели принести инновацию телемагазина, который продает в прямом эфире, и самое ключевое был прямой эфир, из-за этого сразу, что мы делаем по-другому, чем все конкуренты, наше главное конкурентное преимущество, что у всех записные ролики, а у нас live, прямой эфир, и вот это слово live все знают, когда идет прямой эфир, этот значок стоит, и слово shopping тоже в России все знают, соответственно, shopping live, shopping в прямом эфире, и теперь, да, компания тоже оказалась очень, очень в свое время в своем месте. В Китае я очень часто вижу, что готовы вот так сидеть и там что-то там придумывать. Я очень часто рекомендую использовать несколько критериев, определяем и идем дальше. Я могу еще много продолжать и по инвестициям, например, в Германии, вот, очень техничное название, когда я вложил в компанию, она называлась Wir kaufen dein Auto DE, да, это потому что есть проблема, что очень мало свободных доменов, и в конечном итоге люди, чтобы вообще был какой-то домен со смыслом, просто мы купим твою машину точка DE, да, но они тоже потом переименовали свою компанию в Auto 1, соответственно, кстати, очень много примеров. В Китае я очень часто вижу, что предприниматели начинают с одного, потом, когда компания становится успешной, они копят деньги, и они реально покупают хороший бренд, и обычно это там 3, 4, 5 букв покупают, известное название, да, соответственно, вот в этом брейнсторминге, я вот здесь как бы есть исследование, обычно используется nick.ru или rec.ru, или если это международная компания, ну тогда это name.com, name.com или godaddy, godaddy, кстати, очень интересное название, очень оригинальное, да, godaddy такое высказывание. Можно брейнстормить, смотреть, искать, ну, очень часто будет тэт, тэт, да, очень много крестиков будет, недоступно, недоступно, из-за этого можно взять обратно, можно уже в брейнсторминге брать доступные домены, которые можно купить, просто есть аукционы доменов, есть продажи доменов, по классам уже, например, типа, любовь, и все домены, которые, в принципе, не рекомендую тратить много на это денег, но иногда можно потратить, действительно, там, может быть, по-моему, Егор из профи мне рассказывал, у него до этого ru-tutor называлась компания, по-моему, он переименовал в profi.ru и, по-моему, купил домен за 10 или 15 тысяч рублей. Это очень выгодно, да, profi.ru, это супер название, просто супер, profi.ru, все знают это слово, оно короткое, запоминающее, несет смысл, из-за этого иногда стоит вначале потратиться, может быть, 10, 15, там, не какую-то маленькую цифру, может быть, ну, если бесплатно, раньше всегда искал бесплатно, никогда не покупал домены, сейчас, когда есть уже возможность, иногда просто стоит там потратить, когда создавали последнюю компанию, нам надо было найти название, которое доступно во всех доменных зонах, и там стало понятно, что без денег не получится, и просто выбрал то, что можно было там, за 7 или 8 тысяч долларов я купил все домены, но нашел хорошее название. Поэтому вот брейнсторминг можно включать, есть много тулсов, генераторы имен, можно там разные игры играть, в конечном итоге создается список, и это эмоциональное решение, вот что действительно зацепило, либо не зацепило, несколько критериев определяем и идем дальше. Теперь у нас есть название, да, какой-то бизнес мы придумали, теперь у нас есть название, тямо или неважно, и рекомендую сразу делать логотип, и логотип с тем же смыслом, да, соответственно, логотип должен отталкиваться от общей миссии предназначения этой компании, соответственно, что ты хочешь донести, чем больше, потому что даже если ты будешь нанимать дизайнера, ты должен ему как-то какие-то идеи дать, да, что ты хочешь, не можешь просто сказать тямо, да, и он, у нас, кстати, в тямо получилось, в сапату там вообще получилось, какое-то сердце было, да, между вот этими там, и дизайнер очень красиво придумал, что вот и сердце, и так далее, какой цвет, почему именно оранжевый цвет у нас был, там целая была легенда, почему оранжевый цвет, но чем больше вводных, чем больше вводных ты даешь дизайнеру, чем лучше он может придумать логотип, я очень часто рекомендую использовать 99designs, это компания, которая делает краудсорсинг логотипов, соответственно, ты пишешь, чем твоя компания занимается, кто целевой клиент, что ты хочешь донести, какой слоган, все это пишешь, и потом тысячи дизайнеров тебе присылают просто предложения, да, там есть базовые пакеты какие-то, и, соответственно, вместо того, чтобы одному дизайнеру заплатить и с ним вот так танцевать и доходить до чего-то, много итераций, ты сразу, я вот очень люблю, потому что ты получаешь, у меня, по-моему, рекорд, я получил, по-моему, 900 разных предложений, 900 логотипов, потом как-то это сортируешь и выбираешь, вот, соответственно, я думаю, что сейчас, скорее всего, много есть сервисов по краудсорсингу и логотипа, и слогана, как бы, я знаю опытных предпринимателей, которые используют креативные агентства, в принципе, и для нейминга, и для логотипа, есть сервисы, есть не все люди такие креативные, не все предприниматели готовы вот так сидеть и там что-то там придумывать, из-за этого есть профессиональные компании, которые это делают как сервис и очень часто выносят действительно просто, ну, просто феноменальные идеи, я такое видел, и можно, как бы, довериться и с ними работать, как в проекте, как в проектировании квартиры, то же самое в проектировании. Таким образом, у нас появляется название, лого, слоган, и теперь у нас есть бизнес-идея, оформленная, да, в упаковку со смыслами, с целевой аудиторией, на этапе выбора модели мы уже сделали, конечно, базовую бизнес-модель, финансовую модель, мы посмотрели конкуренцию, и у нас, в принципе, есть такая картина, которая дает первый толчок, это вот как у спринтера выход из блоков, пам, если вот это сделано хорошо, это мощный очень выход из блока, и потом можно 100 метровку, потому что создание новой компании, это спринт, это 100% спринт, спринт-марафон, потому что дистанция будет очень длинная, но первые 90 дней от кик-оффа до первой продажи, это однозначно огромный спринт, который требует огромных усилий, из-за этого первый толчок, название, я думаю, у вас есть еще очень много примеров, это чисто из моего опыта, я могу еще 60 примеров привести, но действительно рекомендую выделить этому хотя бы один день внимания, не совсем импульсивно так просто стрельнуть, потому что это может большой ущерб, если название неправильное, постоянно нужно объяснять, постоянно нужно повторять, люди забивают неправильный домен, плохие люди приходят и покупают домены, как люди пишут обычно, и создается сразу ущерб, ущерб для компании, и потом это очень дорого исправлять, действительно, и очень тяжело, поэтому на старте рекомендую сделать такой радостный, радостный ритуал, как назовешь, так поплывешь, это мой опыт из названия, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok